Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. Карачаева-Черкесия продолжает преображаться. В городах и районах строятся новые объекты, благоустраиваются общественные территории. Словом, республика готовится к столетнему юбилею во всей красе. Так, черкески активными темпами идет реконструкция сквера в центре города, которым установлен памятник поэту Сергею Есенину и видным политическим деятелям республики. Благоустройство будет продолжаться месяц в планах строителей, ремонт скамеек, замена плиточного покрытия, осветительных фонарей, установка мусорных урн. Небольшой сквер станет новым атмосферным местом для отдыха горожан, гостей столицы, отметил мэр черкесска Алексей Баскаев. Российские курорты смогут успешно конкурировать с зарубежными, если будут выполнять требования к сервису и обеспечат справедливое соотношение качества, услуг и цен. Поэтому Ростуризм в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» впервые запустил большую, удобную и доступную образовательную онлайн-программу для работников гостиниц. Обучение абсолютно бесплатное, при этом не надо никуда ехать. Курсы проходят дистанционно, в формате видеоуроков, которым можно смотреть любое удобное время. То есть пройти обучение и повысить свою квалификацию в рамках программы сможет сотрудник любого, даже самого маленького отеля, где бы он ни находился. Видеоуроки подготовлены ведущими экспертами учетом лучшего опыта индустрии гостеприимства. Сейчас можно пройти онлайн-курсы для сотрудников службы приема и размещения гостей, администраторов гостиниц и горничных. Далее программа будет пополняться новыми направлениями. Качественный сервис в отелях – одно из важнейших условий хорошего отдыха. Встречают ли вас с улыбкой, насколько качественно помогают организовать досуг. Здесь же и комфорт пребывания связан с уборкой номеров. И много-много разных деталей. Из всего этого в итоге складывается ваше впечатление об отдыхе и зависит его качество. Доволен турист или нет? Для того, чтобы помочь бизнесу повысить качество услуг, мы в рамках нацпроекта по туризму впервые запускаем большую образовательную онлайн-программу для работников гостиниц. Программа бесплатная. Пройти ее может любой желающий в любое время дистанционно в формате видеоуроков, которые подготовлены экспертами с учетом лучшего опыта. Поэтому приглашаю всех желающих пройти эти курсы. Первые видеопрограммы созданы для службы приема и размещения, гостиничных администраторов и службы горничных. Дальше программа, естественно, будет пополняться. Еще одну тоже бесплатную онлайн-программу мы разработали для предпринимателей в туризме. Как для начинающих, так и для тех, кто хочет расширить свой опыт. Как создать свой отель или кемпинг. Запустить современный востребованный туристический проект для детского отдыха. Разработать и обустроить национальный турмаршрут. И многое-многое другое. Обо всем этом теперь можно узнать в наших туристических акселераторах и инкубаторах для предпринимателей. Хоть большая часть лета позади, еще впереди почти месяц летних каникул. И он связан с отдыхом детей. И в это время безопасности детей надо уделять особое внимание. Опасность может подстерегать везде. Как на водоемах, так и в лесных массивах и горах. В связи с этим работы прибавляется у поисковиков и спасателей. И сегодня гость нашей программы, руководитель ПСОД «Кавказ» и руководитель Национального центра помощи детям, Али Байрамкулов, расскажет нашему корреспонденту Белли Джазаевой о совместной работе этих двух подразделений, а также обратиться к нашим телезрителям. Добрый день, Али. В последнее время поисково-спасательный отряд добровольцев «Кавказ» активно сотрудничает с Национальным центром помощи детям. Мне бы хотелось узнать, с чем связана эта активность и почему возникла эта необходимость. Поисково-спасательный отряд добровольцев «Карачаева», «Черкесия» и «Кавказ» с самого начала работает с подразделениями Национального центра. В последнее время мы, конечно, начали работать в более плотном формате. Мы являемся представительством, подразделением Национального центра на территории Карачаева, Черкесии. Национальный центр выполняет очень много работы. И по части поиска без вести пропавших лиц, и по части оказания помощи детям, и по части благотворительных акций. Я постараюсь сегодня обо всем рассказать. Али, из всех сфер вашей деятельности я хочу особое внимание обратить на благотворительные акции. Вы проводите их сейчас? Ой, ну вот недавно мы одевали детишек. Национальный центр выделил средства, и мы одели детишек из семей, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации. А сейчас мы будем работать по воде. Национальный центр выделил финансы, и мы сейчас будем отрабатывать, получается, акцию на воде. Помимо этого, Национальный центр постоянно является координатором всяческих возможных акций. Подсказывает нам, оказывает не только финансовую помощь, но, прежде всего, методическую. Направляет нашу работу в нужное русло. Огромное спасибо, хочу вот пользуюсь моментом, сказать огромное спасибо и Екатерине Михайловне, и Елене Мельской за ту работу, которую они проводят. На самом деле, работа ваша неоценима, и дай бог, вместе мы сделаем очень много добрых дел. Буквально на днях вы вернулись из очень красивого места, которое называется и известно всем озеро Байкал. Я знаю, что там проводились учения. Я бы хотела, чтобы вы поделились своими эмоциями. Что там вообще происходило, какие у вас впечатления? Ой, на самом деле на Байкале было очень интересно. Было представлено, получается, 30 регионов. Мы проводили обучение, принимали участие в обучении, проводили условный поиск. Было на самом деле очень интересно. Мы вернулись не только с новыми знаниями и опытом, но и с огромным океаном положительных эмоций. Опять-таки, огромное спасибо организаторам. Принимали мы участие в обучении по оказанию первой помощи. Очень актуальная, кстати, тема. На следующий день, каждый день после обучения, мы проводили условный поиск. И в завершение, в последний день, у нас был крупномасштабный условный поиск с условными потеряшками. Там на самом деле очень красиво. И Байкал является одним из символов нашей России, нашей Родины. И я, кстати, вот и с руководством по этому поводу разговаривал, предлагал. И хочу вот жителей Карачаева, Черкесии обрадовать. Возможно, в следующем году учения национального центра будут проходить здесь, на территории нашей республики. Алия, я бы хотела, чтобы вы обратились сегодня к нашим телезрителям, в особенности к родителям. Дорогие родители, ситуация на самом деле очень сложная. С наступлением лета участились несчастные случаи с участием детей. Опасность нас постерегает и на воде, и в лесу, и в заброшенных зданиях, и даже дома, в частных домовладениях. Это может быть какой-нибудь люк, это может быть какая-нибудь выгребная яма, это может быть заброшенное домовладение, это может быть водоем. Будьте бдительны и осторожны на кону жизни и здоровья наших детей. Я обращаюсь к родителям, примите все возможные меры для того, чтобы обезопасить досуг детишек. Я благодарю вас за эту полезную и очень важную информацию. Спасибо вам. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин масштабного ребрединга. Бренд изменил логотип и фирменный стиль, обновил слоган. Представители предприятия также рассказали о расширении ассортимента и стратегических планах роста компании. Смотрите подробности. Из небольшого семейного производства с объемом в несколько тонн продукции в месяц компания выросла в крупнейшего производителя колбас, деликатесов и мясных продуктов в северокавказском регионе. Продукция хицунов представлена в 10 регионах и 6 крупных городах Российской Федерации. В 2022 году компания обновила собственный производственный комплекс. Теперь его площадь составляет 1500 квадратных метров, а максимальная мощность переработки в настоящий момент 10 тонн в сутки. В компании подчеркивают, что несмотря на глобальные изменения в бизнес-процессах, неизменным останется приверженность традициям. Буквально недавно в Черкесске впервые прошел праздничный семейный фестиваль хицунов «Курбан Фэмили Фест», обещающий также стать традиционным. Алексей Курдюмов, директор по развитию компании хицунов, рассказал, что этот фестиваль – масштабная инициатива бренда, которая абсолютно точно отражает идею обновленного позиционирования, выраженного в слогане «Цени момент». В жизни каждого человека бывают особенные моменты, которые хочется украсить лучшим для себя и своих близких. И именно такие ценные моменты, особенные для каждого по-своему, хицунов стремится разделить со своими компаниями. Когда речь заходит о восприятии бренда, в компании говорят, что стремятся, чтобы и аудитория, и партнеры продолжали воспринимать хицунов как семейное предприятие, которое, несмотря на рост компании и производственных мощностей, продолжает производить продукты под тщательным личным контролем каждого из этапов, неся личную ответственность перед каждым из покупателей. Следующая стратегическая задача – расширение линейки продукции. Компания начала работу над запуском производства новых продуктов, полуфабрикатов, сырокопченых деликатесов и некоторых других видов мясных изделий. Особое внимание производитель, как и прежде, намерен уделять традиционной рецептуре, качественным и проверенным ингредиентам и стандарту халяль. Именно поэтому девизом ребрендинга и репозиционирования стал слоган «Меняем стиль, сохраняем традиции». Продукция хицунов для меня важна. Является это качество, это халяльность его, это в первую очередь. Это производители, производители – это Северный Кавказ, это Черкесск, это родина моя. Все, что вкусно, все, что полезно, все, что родное, я всегда буду продвигать, независимо от того, в каких объемах оно будет выпускаться. Данную продукцию, попробовав раз в Москве, я в нее влюбился, честно говоря. И в него влюбился еще мой друг и наставник Константин Ивлев, что сказал, что это очень вкусный и качественный продукт. Именно по этой причине мы должны данную продукцию включить в наше меню в Москве, в халяльные заведения, в завтраки. И каждое утро люди приходят, спрашивают, где покупать данную продукцию. То есть у них есть уже интерес. В среднесрочных планах компании интенсивный федеральный розы и увеличение мощности производства на 300-400%. В долгосрочной перспективе – приобретение сельскохозяйственных активов, которые усилят сырьевую базу и экономику предприятия. Светлана Шаганова, Роза Ужирова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Байкеры из мотоклуба «Голден Иглс» Черкесска провели мотопробег по республиканской столице. Мотопробеги приняли участие и другие байкеры из Тавропольского края. Также участие мероприятия приняли представители рок-сообщества республики. Данный мотопробег полезен для укрепления взаимодействия с различными мотосообществами. И так и в пропаганде дорожного движения, уверены организаторы мотопробега. Байкеры прибыли в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», где они продемонстрировали свои мотоциклы и подробно рассказали о деятельности своих мотоклубов. Помимо этого, они напомнили собравшимся о возможности соблюдения правил дорожного движения. В этот прекрасный день собрали мото-сообщество, мото-братство, провели мотопробег по городу, мото-джимхан на территории площадки Дервейс. И мы хотим показать нашему местному населению, жителям Карачева-Черкесии, что в городе есть неформальное движение, неформалы, любители рок-общества, рок-музыки. Тем самым мы объединились, рок-сообщество и мотоклуб «Волден Игл», и вообще все байкерское движение. Приехали много гостей у нас, еще едут гости, еще будут дальше. В общем, покататься. Самое главное, что нас объединяет, это, конечно же, дорога. Соответственно, для нас, независимо, какая дорога куда ведет, самое главное – это путешествие. Вот, собственно, мы сюда и приехали. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Субботний выпуск «Вестей» подошел к концу.